Здравствуйте. Да, большинство моих боев прошли именно с бойцами из Казахстана. Шенгиз Кайранов. Да, мы с ним встретились на Fight Night. Это был мой первый бой. Мы с ним встретились. Он любит, как я понял, подвигаться стойкой. Моя манера боя – это борьба. Это ни для кого не секрет. Он дал мне хороший бой. После мы встретились в моем городе, городе Махачкала, с бойцом тоже из Казахстана, Сасу Алмабаевым. С Сасу у меня так получилось. Очень такой затяжной бой. Видно, парень опытный, борется, бьет. Я очень доволен тем, что они мне дали такие бои. А еще вопрос. Вот сейчас впервые, так скажем, в истории Fight Night Global Promotion разыгрывается у нас пояс весовой категории до 57,7 кг. Это ваша весовая категория. На ваш взгляд, кто является фаворитом? Я имею в виду Вартан Асатриан, либо Жалгас Жумагулов. И почему? Да, я слежу за моим дивизионом. Завтра в Казахстане на Fight Night 65 будут драться Жалгас Жумагулов и Вартан Асатриан. Ну, я думаю, 50 на 50. Дело в том, что они уже встречались. Это как бы реванш. В том бою выиграл Вартана. Но, как мне сказали, тогда Жалгас не был таким еще опытным. Был, можно сказать, такой сырой. Сейчас Жалгас идет очень хорошо. Крайний свой бой он выиграл у очень опытного, титулованного Али Багаудинова. Артура, извиняюсь, Артура, Артура, извиняюсь. Сейчас, ну, в психологическом плане, я думаю, чуть-чуть тяжело будет Жалгасу, так как он уже тот бой проиграл и дерется он с своим родным, родной своей, можно сказать, республики, Казахстан. Ну, я ставлю 50 на 50. Желаю удачи каждому здесь, пусть победит сильнейший. А какой из этих бойцов, на ваш взгляд, для вас был бы более удобным? Я наверняка предполагаю, что вы будете бросать вызов за этот чемпионский пояс. Вы же наверняка захотите драться за этот пояс. Кто бы для вас был бы более удобным? Более удобный? Ну, как сказать, Жалгас тоже любит поработать в стойке. И Вартан тоже любит поводиться в стойке. У обоих манер ведения боя, как я понял, это стойка. Ну, я так скажу, я знаком с Жалгласом. Мы с ним... Они приходили к нам в Махачкалу для обмена опытом. Ну, такие дружеские отношения. Будет так чуть-чуть тяжело мне подраться там с Жалгласом, так как мы очень знакомы друг. Но я так скажу, у нас мы сейчас преследуем одну цель. Это дойти, выиграть пояс. Если вдруг Жалглас выиграет и будет чемпионом, ну, это спорт. Мы встретимся, покажем отличный бой. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, теперь хотелось бы поговорить с вами о вашем предстоящем завтрашнем поединке. Во-первых, где проходила ваша подготовка? Сборы, где проходили к этому поединку? И второе, что знаете о своем сопернике? Слабые и сильные его стороны? Ну, как сказать, таковых сборов не было. Но я готовился очень серьезно к этому бою в своем родном городе, городе Махачкала, в клубе Eagles MMA, который базируется тоже в Махачкале. В подготовке участвовала вся моя команда, мой главный тренер Абдулманаб Нурмагамедов. Про бойца, что сказать? Мне сказали, что он лучший боец Англии, является лучшим бойцом Англии. Я посмотрел пару его боев, он любит повозиться в стойке. Работает, ну, его тягость, ну, он китайцы более в стойке, да. Будет работать в стойке со мной. То есть какой план у вас? Переводить в партер и добивать? План? Ну, я, как сказать, я не, как бы сказать, не боюсь то, что я могу с ним, этот, и в стойке. И в партере поработать. Ну, моя манера боя – это борьба. Я буду навязывать ему, постараюсь навязывать ему свою манеру боя. Также я хочу отметить, завтра я буду надеяться на, как сказать, на поддержку братского народа Казахстана. Я уверен, что она будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова